В инстаграме «Политика» опубликован пост о жизни оппозиционеров СИЗО-3 Кольчугина Владимирской области. Отдельного упоминания требует тот факт, что Навальный оказался именно в Кольчугина, а не в Покрове, и не в колонии, а в СИЗО. Так что информация, которая распространялась до сегодняшнего дня, оказалась ложной. Но вернемся к посту. «Со мной все хорошо», — пишет Навальный. «Писем пока я не получаю. Я о происходящем во внешнем мире знаю еще меньше, чем когда был в Москве. Не поверите, но мы сушим сухари, и я никогда не думала, что это может быть так увлекательно», — пишет Навальный. Дальше рассказ о разных способах приготовления сухарей. Навальный приводит слова сокамерника Сергея, который в восторге от соседства с политиком. «Сказал бы мне кто-нибудь год назад, что я буду сушить сухари с Навальным». Как сообщает адвокат Навального Вадим Кобзев, он посетил своего подзащитного в Кольчугино, и, видимо, именно Кобзев опубликовал пост со слов Алексея. И оппозиционер вместе с двумя сокамерниками сидит в карантинной камере, где почти ничего, кроме телевизора, нет. Мы начали с того, что Алексей Навальный находится в СИЗО номер 3 Кольчугина во Владимирской области, а ранее сообщалось, что он в другом находится на изоляторе, точнее, даже в другой колонии. Как объяснила «Дождю» адвокат Навального Ольга Михайлова, информация про этапирование политиков колонию в Покрове была ложной. Цитата. «Сразу из матросской тишины его доставили в СИЗО в Кольчугино, и тут он, видимо, будет до вступления приговора в силу». Что известно о Кольчугино, попробуем узнать прямо сейчас. На связи с «Дождем» Виктор Шишов, юрист, бывший сотрудник полиции. Он провел пять лет в заключении и чуть меньше года провел в том самом СИЗО, где сейчас находится Алексей Навальный. Здравствуйте. Здравствуйте. Виктор, спасибо, что вышло на связь. Расскажите нам, что это за место? СИЗО-3, довольно-таки новое СИЗО. Там довольно-таки неплохие условия содержания. Тем более сейчас там, наверное, уже работает новый корпус. Единственное, что питание там плохое, а так условия содержания неплохие. То есть перенаселения там никогда не было, ну и никаких особых эксцессов там в мое время, по крайней мере, не было. А чем там можно заниматься? Вот что там обычно делают заключенные? В СИЗО заниматься ничем нельзя. Можно ходить на прогулку раз в сутки. Да, это не колония, напомню нашим зрителям. Это не колония, это СИЗО, поэтому там возможности. Можно иногда ходить в библиотеку и иногда звонить по телефону. А как с заключенными там обращаются? Вот вы говорите, что там относительно приличные условия. Можете в подробностях описать? Ну, если расположена, например, рассчитана камера на восьмерых, то там будет восемь человек или меньше. То есть больше там не бывает. То есть по очереди спать не надо. Если там хорошие, большие окна, там видно, что-то видно в окнах. То есть это, например, не СИЗО один, где старое помещение 18 века, где только свет в небольшом окне виден и все. То есть там довольно-таки сносные условия. А так как он там транзитом, получается, что особо до него дела в оперчасти нет. Хорошо. Спасибо вам большое. Я напомню нашим зрителям, что Навальный, ну, видимо, адвокат Навального, Вадим Кобзев опубликовал пост в Инстаграме, где Навальный делится своими впечатлениями и тем, как он там, в общем, существует в карантинной камере, где рядом с Навальным, помимо Навального, есть двое сокамерников, и они там сушат сухари. Особенно на связи только что был Виктор Шишов, юрист и бывший сотрудник полиции, который провел около года в этом самом СИЗО. Благодарю вас за участие в эфире.